Виталий Петров к Гран-при России готов! Именно так звучит слоган Санкт-Петербургского фан-клуба Выборгской ракеты. Чтобы поддержать своего кумира, болельщики организовали акцию при участии самого Виталия Петрова. На встречу с ним были приглашены не только фанаты и болельщики, но и воспитанники Калининского детского дома «Родничок». Ребят встретили члены клуба и сразу перешли, что называется, от слов к делу. Радиоуправляемые машинки вызвали у детей неподдельный восторг. Трасса – точная копия той, что строится в Сочи для проведения Гран-при России в 2014 году. Подробнее о целях акции рассказал один из членов фан-клуба Иван Корышев. Мы хотим популяризировать, чтобы люди дотронулись до трассы, покатались на машинках, ездили в картинге, с Виталием познакомились, чтобы им что-то он объяснил, чтобы Виталий почувствовал нашу поддержку. Потому что куча фанов по России, которые хотят, чтобы Виталий участвовал в гонках, чтобы он больше ездил. И мы хотим, чтобы он видел нашу поддержку, сколько нас много. Иван Корышев также отметил, что подобные фан-клубы существуют во многих городах России. Санкт-Петербургский клуб появился буквально с первых гонок, в которых участвовал Виталий Петров. Мы смотрели, следили за ним. И сразу еще видно было, что у него есть огромный потенциал. Человек пришел в автоспорт, начал ездить и крушить ноги, которые уже заядлые были. И сразу было понятно, что у него есть потенциал, что он сможет совершить это чудо. То есть перейти с пузовных машин в форму лады, представьте, да, и сразу в формула посадиться. И то есть многие, как бы говорили, это невозможно, но он совершил это чудо. Потренировавшись на радиоуправляемых моделях, участники акции переместились в картинг-клуб. Здесь фанаты организовали настоящий чемпионат. От желающих поучаствовать в заездах не было отбоя. После небольшого инструктажа гонщики вышли на старт. На гоночке, конечно, заряд такой лояльный, но мы всеми средствами, так сказать, приедем до конца, надеюсь. У меня просто ужасные эмоции, я не знаю, как я поедусь. Я аккуратно буду ехать, я боюсь резаться. Благополучно финишировав, участники гонки поделились своими впечатлениями. Незабываемое ощущение. Скорость, повороты. Интересно. В поворотах ускоряться, перед поворотами замедляться. Все нормально вообще, кроме того, что я там задевала некоторые там, ну куда-то, я, может быть, пару раз влетела сначала в Нику, что у нее шлем вылетел. Вообще, просто все отлично. У меня нет просто слов. Организаторы провели еще несколько заездов в рамках любительского чемпионата. И пока жюри подводило итоги гонки, на пороге появился тот, кого здесь все ждали с нетерпением – Виталий Петров. Болельщики тут же окружили своего кумира и буквально засыпали его вопросами. Но ответить на них Виталий пообещал чуть позже. Он вручил призы победителям любительского чемпионата, после чего пересел на карт и провел настоящий мастер-класс. По окончании гонки выборская ракета с удовольствием ответил на вопросы. Фанатов интересовало буквально все. Виталия спрашивали о личной жизни, о карьере, о недавнем восхождении на Эверест и многом другом. Но больше всего болельщиков волновало возвращение Петрова в «Формулу-1». Сложно все. Есть предложения, есть команда. Они ждут. Долго ждать они не будут. Нужны спонсоры, чтобы поддержали. На сегодняшний момент, к сожалению, все гонщики должны приносить деньги в команду. И поэтому мы ждем. И дай бог, если все получится, найдем спонсоров, то обязательно сообщим это. И будем выступать. Виталий Петров также отметил, что ему очень дороги внимание и поддержка болельщиков. Я думаю, будут организовывать. Я буду всегда посещать, когда они будут проводить различные мероприятия. Поэтому только за и огромное им спасибо, что они это сами делают без какой-то помощи. Только присылают, что вот здесь восток-то восток-то будет проходить. И так как я был в городе, в Выборге, вот сегодня взял машину, спокойно приехал. Завершилась акция выступления макробатов и пиротехников.